да друзья знали бы вы какой сейчас ветрища дует сильный если бы вот нет чубчик из искусственного меха который я наклеил на микрофон не слышали бы вы ничего кроме кроме ветра а так у вас есть роскошь можно сказать ветра не слышите меня слышать если друзья вы почувствуете что вам не хватает энергии земли вы не заземлились спуститесь вот тут по лесенке и вот там вдоль океана по песочку вдоль бережка по песочку по песочку по песочку боссами ножками обязательно боссами и вот туда на пляж и там тоже босичком и туда и обратно и вы почувствуете как энергия земли снова вас наполнит друзья те из вас кто может быть знает что-то о растениях нам подскажет что это растет вот то ли алоэ то ли спонтом алоэ вот такое то растение здесь тоже ветвина еще и брызги кстати чувствую прям лицом надо на объектив тут брызгается некоторые тут на бережку прямо можно сказать медитирует хотя девушка в данном случае просто читает книжку какая водичка друзья лазурная прямо красивая а вот немножко другой перспективы и там такая взвесь водяная пыль сейчас нам на камеру понесет я закрываюсь серебрица водичка на солнышке и здесь вот такие знаете свисают можно сказать растение ветром резким вырывает камеру у меня из рук я держусь из последних сил вы друзья не можете себе представить ветер который меня буквально с ног сбивает я уж тут держусь как могу чтобы красоту вам показать вы видите друзья собачий пляж и совершенно обнаженного мужика который тут холодильник такой резвится и вот буквально метров пятьдесят мы отошли от набережной где ветер страшный забывает а здесь тихо не не дуновенья ветерка ничего такого нету вы видите друзья как мать природа совершенно бесплатно создает свои монументы вот так придешь кать на на выставку за то же самое таких денег просит вот а тут все задаром но унести нельзя только любоваться друзья мы возвращаемся к вопросу о полое вот это таки алое я так думаю вот а это по бамбук в песне а я бамбук я московский простой бамбук друзья кто знает что это за бархатистое растение с такими странными цветочками которые вот лопается видишь вот здесь лопается цветочек лопается вот набухает вот тут это можно назвать почкой да это что-то из таких которые похожи на бархатные какие-то да вот из этого делают бархат вы видите друзья простые улочки города санта-круз я хочу сказать что есть в них какое-то очарование так вот гуляешь мимо там цветочки растут вот тут на углу друзья вы видите куст агавы значит люди для чего сажают на углу они поливают ее немножко водочкой и тогда это дерево ну куст начинает такой пьянящий пьянящий запах у него появляется и он пьянит людей которые ходят мимо это просто для того чтобы народ не нюхал дрянь всякую и не курил а так вот просто возле куста постоял побалдел и шел бы дальше а это друзья пьяная ягода вот тоже вот берут вот эти растения вот эти вот эти растения поливают их раствором вот кошка там тоже ей нравится несколько кошек поливают раствором значит и спиртовым да из расчета да тилуасточка из расчета значит 100 грамм водки на литр воды и дальше вот возникает вот такая пьяная ягода из нее можно делать компот то есть вот вот она что